9 ноября Святая Церковь вчит память преподобного Нестора Литописца. Преподобный Нестор Литописца сродился в 50-х годах XI века в Киеве. В 17 лет поступил в Киево-Печерскую обитель. Был послушником преподобного Феодосия. Пострыг принял от игумена Стефана, преемника преподобного Феодосия. Чистотой жизни, молитвой и послушанием юный подвижник скоро превзошел даже известных печерских старцев. Был посвящен воиродиакону. О его высокой духовной жизни говорит то, что он в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты Затворника в последствии новгородского епископа, плеченного в иудейское мудрование. Преподобный Нестор является составителем первоначальной истории нашего Отечества, или летописи, где он излагает по годам сказания о начале русской земли и последующих событиях ее истории 2100 года. Кроме того, им написано житие святых князей Бориса и Глеба, сказания о первых печерских подвижниках и другие. Преподобный Нестор достиг глубокой старости, и мирно скончался около 1114 года. Святитель Дмитрий Ростовский справедливо замечает, Бог, сохраняющий в людях память о своих чудесах, какое захочет время, воздвигает о писателей, дабы последующие поколения, прочитав начертанное ими, могли с ним воспользоваться. Подобным образом Господь явил и в нашей земле, в святом Киевопеческом монастыре, преснопамятного писателя, преподобного отца нашего Нестора, который просветил очи наши, изложил полезное для нас и тем вызвал у нас благодарение Богу. Что же мы можем почерпнуть из творений и святой жизни преподобного? Множество сведений о печерской обители, о родоначальнике преподобного Антония и других подвижниках и святых. Это драгоценный шедевр летописи нашего народа. Из творений преподобного Нестора каждый уловит тот луч любви, который преподобный питал ко всему укладу жизни монастыря, поклоняясь Отцу Небесному в Духе и Истине. Не случайно церковь ждет его, как богомудрого жития святых списателя первейшего и ревнителя о них доброго. Времена и лета многочудесные, церкви, жития и добродетели Отец первоначальных, писанием нам изъявившего. Преподобный вел строгую подвижническую жизнь, постоянно очищал свой ум от греховных помыслов, усердно молился. О великой силе смирения преподобного Нестора Летописца мы можем судить из его трудов, где он называет себя недостойным, грешным, меньшим из всех. Преподобный Исаак Сирин писал, что смирно-мудрие – это не что иное, как риза Божества, поскольку в него облеклось в очеловечившееся Слово и через него беседовало с нами в теле нашим. Духовная нищета преподобного Нестора Летописца воистину является образцом повиновения истине и Христу. Досподобит же и нас Господь по молитвам великого писателя, мощи которого почивают в ближних пещерах, благождать своими делами Всевышнему, стать смиренными и удостоиться медленного венца Царствия Небесного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok